Получается так, что у нас судья читает начало экспертизы и заключение экспертизы, а суть, само содержание она не читает. Откуда они берут такие цены и чем это все обусловлено, непонятно. Система АБС выключается. При повороте руля вправо АБС включается. И данный эксперт не считает это заводским браком, неисправностью. Он считает это особенностью автомобиля. Потенциально опасное транспортное средство. Не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Всем доброго времени суток. Меня зовут Александр. Я сложил в своей жизни с такой ситуацией, по которой я вынужден обратиться в СМИ. За это огромное спасибо блокнот Воронеж. Ситуация следующая. Это ложные экспертизы, которые закрыли глаза правосудию. В 2018 году я купил новый автомобиль Toyota RAV4. На пробеге 9000 я попал в ДТП по причине заводского брака автомобиля. Нового автомобиля. То есть получилась такая ситуация, что во время торможения система АБС допустила блокировку задних колес. АБС у нас предназначена именно для недопущения блокировки колес. Что дает водителю возможность управлять автомобилем на любом дорожном покрытии. Об этом, естественно, эксперты в судебных экспертизах не указывают. В суде первой инстанции мы ходатайствовали о назначении экспертизы в ФБУ Воронежская. По прошествии времени судья предоставила не все материалы дела для проведения экспертизы. В ФБУ был направлен запрос в суд о предоставлении всех материалов дела для проведения экспертизы. Но судья проигнорировала. Спустя время было назначено судебное заседание, на котором судья решила направить экспертизу в МАДИ. Это Московский автомобильно-дорожный институт, который тесно сотрудничает с Тойотой. И имеются документы, подтверждающие это, что МАДИ проводит автотехнические экспертизы для компании Тойота. По итогу, что выходит? Эксперт МАДИ пишет, что во время торможения произошла блокировка колес, но это не является причиной ДТП. А что тогда является причиной ДТП? Если АБС, она должна предотвращать эту блокировку. Получается так, что у нас судья читает начало экспертизы и заключение экспертизы, а суть, само содержание она не читает. Помимо всего прочего, перед началом заседания у меня был включен диктофон на телефоне. И был записан разговор с судьей до судебного заседания, на котором она сказала, что приняла решение, предварительно с кем-то созвонившись, направить экспертизу в МАДИ. Только вопрос, почему такое решение она принимает не в судебном заседании, где участвует истец, и ответчик. Проиграв дело в Павловском районном суде по ложной экспертизе, которую дали МАДИ, мы обратились в областной суд. В областном суде была назначена экспертиза в Воронежский государственный лесотехнический университет. Вот, был сделан запрос в Лестех, пришел ответ, что они сотрудничают с Тойотой. Также на официальном сайте Лестеха есть информация о том, что Тойота и Лестех являются партнерами. Тогда о какой правдивой экспертизе может идти речь, если МАДИ сотрудничает с Тойотой или с Тех сотрудничает с Тойотой. Есть заинтересованность лиц, почему судья ни районного суда, ни областного суда на этого никакого внимания не обращают. Помимо всего прочего, судьей первой инстанции были допущены очень грубые нарушения материального и процессуального права. В суде пишется судебный протокол, но помимо всего прочего есть и аудиопротокол. Так вот, судебный протокол, письменный, не соответствует аудиопротоколу. В аудиопротоколе четко и ясно слышно о том, что мой представитель, адвокат, заявляет свои, экспертные организации, которые не сотрудничают с компанией Тойота. Но в письменном судебном протоколе это не отображено, как и другие моменты. Областной суд нас, естественно, не поддержал, потому что Лестех сотрудничает с Тойотой и решение вынес в пользу Тойота. Стоимость экспертиз в МАДИ оценили в полмиллиона. Стоимость экспертизы в Лестехе изначально была оценена в 32 тысячи, потом в 97 тысяч. Откуда они берут такие цены и чем это все обусловлено, непонятно. После областного суда были вынуждены обратиться уже в суд Кассационный, Саратовский. Кассационный суд никаких нарушений не увидел, потому что судом первой инстанции дело было шито белыми нитками. Но суд Кассации написал так, что истец в своем исковом требовании должен был указать о том, что автомобиль имеет особенность. Ту особенность, о которой пишет эксперт Лестеха, Снитков Евгений. То есть при повороте руля влево система АБС выключается. При повороте руля вправо АБС включается. И данный эксперт не считает это заводским браком, неисправностью. Он считает это особенностью автомобиля. Тогда вопрос, а почему такие автомобили у нас допущены Минтрансом на дороге общего пользования? Это потенциально опасное транспортное средство. Не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Областной суд все равно принял эту экспертизу. И Кассационный суд поддержал и первую экспертизу, и вторую экспертизу, в которой допущено очень много нарушений. Как делать и что делать, я уже честно не знаю. Потому что я осужусь уже с 4 года и 2 месяца. Я был вынужден обратиться в Верховный суд по данному факту. Также был вынужден обратиться в областной СУСК с заявлением на экспертов. Но почему-то мое заявление с нарушением территориальной подсудности было направлено в Павловский районный СУСК. Чем руководствовались в областном СУСКе, непонятно. И какими нормами закона. В связи с чем, я хотел бы обратиться к председателю СК Бастрыкину Александру Ивановичу. С просьбой взять на контроль вопрос о рассмотрении моих заявлений о преступлениях. Поскольку мое заявление в следственном управлении Следственного комитета было рассмотрено Павловским районным следственным отделом. Судьями были допущены грубые нарушения материального и процессуального права. Эксперты дают заведомо ложные экспертизы, хотя они расписываются под 307 статьей о даче заведомо ложных показаний. Допущенные судами нарушения являются существенными, повлиявшими на исход дела. Без их устранения невозможно восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. То есть, моих прав. Что согласно статье 390.14 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений. В принципе, у меня все. Я надеюсь, что мое обращение Бастрыкиным Александром Ивановичем будет услышано. И он все же назначит проверку по моей ситуации, по вопиющим решениям суда первой инстанции, второй инстанции, третьей инстанции. И также будет проведена проверка по ложным экспертизам экспертов Лос-Авиа Московского автомобильно-дорожного института и экспертов Сниткова Воронежского государственного лесотехнического университета.